Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня поговорим о восстановлении фондового рынка, росте нефти, ну и в целом, что происходит на мировых финансовых рынках, ну и безусловно, обсудим также коронавирус. Ну а перед началом напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забудьте поставить лайк и ваш вопрос оставляйте в комментариях. Ну а начнем с того, что негатив вокруг коронавируса по-прежнему остается на первом месте в ряде стран и в ряде стран мы также видим новые рекорды по количеству зараженных. К примеру, Великобритания вышла на первое место по смертности в Европе, а в России прирост завершался, а в России прирост на текущий момент составляет порядка 10 тысяч уже несколько дней, то есть каждые несколько дней прирастает примерно по 10 тысяч человек. На этом же, ну в то же время общая динамика выглядит более-менее позитивно. Давайте посмотрим на график для того, чтобы как раз вот разобрать данную составляющую и посмотреть, что сейчас происходит в общем мировом виде. Соответственно, сейчас мы видим порядка 3,5 миллионов уже на текущий момент зараженных, но если мы посмотрим общую динамику дневных заражений, то мы с вами видим то, что общая динамика она снижается, то есть пиков 100 тысяч практически второй раз мы не достигали. Эти значения были представлены как раз в прошлом месяце, в апреле данный пик был достигнут. Соответственно, сейчас мы видим определенное ослабление, в том числе по США, где подтверждено было более миллиона случаев, то есть сейчас мы видим то, что снижение идет по данным и по данной стране, в том числе Испания. Да, вот сейчас, ну я думаю, что невооруженным глазом в правом нижнем углу видно данную нисходящую, в том числе Великобритания. Но здесь больше такой, скажем, как мы называем боковик. Во Франции также идет снижение, да, подтверждение случаев Германии. Но вот такие страны, например, как Россия, здесь вновь набирают обороты распространения коронавируса. И ряд других стран, как, например, Бразилия, в Иране также снижается, и был небольшой пик активности. Ну, в целом, да, чтобы резюмировать, то есть мы можем, конечно, пройти все страны, но в целом, чтобы резюмировать, уже есть ряд стран, которые пережили пик активности, да, это США, это европейские страны, большинство. И в них уже постепенно начинает восстанавливаться экономика. Соответственно, фондовые индексы, в том числе нефть, они реагируют на это довольно-таки положительно. И многие страны начали вводить или планируют ввести более слабые меры уже в мае. Эта ситуация, ну, безусловно, позитивно отражается на текущий момент на рынках. Ну и плюс на нефть влияет то, что с 1 мая все-таки начали по доверенности ОПЕК+, снижать добычу. Мы очень часто с вами говорили о авиакомпаниях и в целом, что происходит в этой отрасли, потому что она является как одним из индикаторов фактически. И вот я тоже предлагаю посмотреть на такой график именно по авиаперевозкам за этот год. То есть мы с вами видим то, что в начале года на пике это было порядка 120 тысяч. И постепенно прошло снижение. То есть фактически мы доходили до отметки 20-25 тысяч. То есть практически в 5 раз произошло снижение авиаперевозок по всем странам. И сейчас мы видим то, что фактически начиная с весь апрель, то есть снижаться уже некуда. То есть уже было с большей вероятностью пройдено дно, пройдено данное значение, после которого сейчас мы можем увидеть и восстановление. Соответственно восстановление стран начнет открываться, начнет открываться производство, начнет вновь возобновиться авиасообщение, спрос на нефть начнет восстанавливаться. Но в целом мы можем видеть планомерное восстановление уже в экономиках. Соответственно на текущий момент в целом мы видим положительную динамику. Можем предположить, что пик вот как раз этой неактивности он пройден. На этом фоне, на фоне того, что рынки воспринимают эту информацию как позитивную уже, и в том числе несколько дней мы видим и рост по нефти и по S&P. Также мы видим здесь вот, ну очень интересная статья. Здесь также есть информация по расходам. То есть мы с вами видим то, что огромное количество убытков теряют сейчас авиакомпании. Но эта статья сделана в целом по отрасли туризма, которая сейчас страдает, наверное, больше всего. Но в целом также показывает и общее настроение, и общую динамику. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на рынках. Разберем основные активы и начнем мы, как всегда, с пары евро-доллар. По евро-доллару здесь мы видим на текущем продолжение нисходящей формации. Мы сегодня уже торгуемся также ниже минимальной значения, которую мы видели вчера. Обновили локальный минимум, двинулись вновь на 1.07-1.06. Соответственно, здесь нисходящее движение у нас сохраняется уже несколько торговых сессий. Началась она после как раз понедельника, когда в понедельник вечером мы смогли закрепиться ниже минимальной значения, которую видели в пятницу. Началось движение нисходящее. Хотя, если мы с вами смотрим дневной таймфрейм, то фактически здесь все-таки больше это выглядит как боковик. И то, что мы сейчас подходим к нижней границе, от которой может как раз и начаться отбитие. Поэтому здесь я для себя буду искать покупки. Ну вопрос, где цена остановится. С этих уровней буду также евро покупать. Соответственно, по основным инструментам, по паре британский фунт, американский доллар. Здесь мы также видим продолжение нисходящей формации. Пока мы не смогли удержаться выше отметки 1.24.31. Соответственно, здесь движение нисходящее сохраняется. Фунт сегодня уходит ниже минимумов, которые были сформированы как раз в начале этой торговой недели. И подтверждает сохранение как раз нисходящей формации на текущий момент. Поэтому здесь, как один из также дальнейших действий, здесь я для себя рассмотрю возможности купить по более низкой цене. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь на текущий момент в рамках дневного таймфрейма мы фактически видим торговлю в боковике. Сейчас видим, торгуемся примерно посередине этого боковика. Ну а если посмотреть чуть мельче картину, то мы с вами видим на часовом таймфрейме нисходящее движение на текущий момент, которое также в ближайшее время может завершиться уже непосредственно ростом. Опять же, если на фондовый рынок придет негатив и инвесторы начнут уходить в американский доллар. По паре американский доллар и японская иена. Здесь мы видим продолжение нисходящей формации. Здесь я напомню, из покупок я уже выходил, так как был получен сигнал как раз начала нисходящего движения. Ну вот, собственно, сейчас он и реализуется. Здесь в данной паре доллар дешевеет, соответственно, здесь данная формация остается первостепенной. Соответственно, если мы смотрим, опять же, дневной таймфрейм, то цели по снижению здесь мы видим в области 105.88 и дальше уже цена может дойти до 104.60. Ну, вряд ли мы повторим ту ситуацию, которую мы видели в начале марта, хотя все возможно это рынки. По паре австралийский доллар, американский доллар, в рамках дневного таймфрейма здесь сохраняется движение восходящее, поэтому здесь для меня, пока я рассматриваю основной сценарий, это именно покупки по данной паре. Собственно, эти покупки я и открыл вчера в области 64.24, но сейчас цена торгуется довольно-таки близко к ценам входа, которые у меня были вчера сформированы. Пока стоп-лосс у меня стоит за минимум 3-4 мая, прошу прощения, соответственно, после того, как у нас может обновить локальный максимум, то есть идет выше максимальное значение, которое мы видели вчера, то стоп-лосс я перенесу уже по ходу движения. Если мы закрепимся ниже вот данной красной линии, это отметка 64.09, то здесь я уже подумаю о том, чтобы закрывать сделку руками. Возможно, еще один виток как раз роста американского доллара здесь мы можем увидеть. Но пока тот сценарий, который я наметил вчера, он сохраняется. По новозеландцу картина также похожа, здесь также мы видим общее движение восходящее и на коррекции как раз я здесь искал возможность купить как раз по завершению данной коррекции. И вчера был тоже получен сигнал на вход, вошел я здесь довольно-таки хорошо, по данной ситуации также стояли отложены ордера. И здесь цена тоже сейчас корректируется, пока мы не обновили локальный максимум, поэтому здесь для подтверждения сохранения данного сценария я ожидаю как раз закрепления выше максимальной значения вчерашней торговой сессии и продолжения роста. Если уходим ниже минимум вторника, то уже подумаю о том, чтобы опять же закрывать сделку руками. Золото продолжает стоять в достаточно узком диапазоне, пока с точки зрения числа о том, сохраняется движение восходящее. Пока мы не увидели уходить ниже минимум вторника, это уровень 1689, то пока данная ситуация останется у нас в приоритете. То есть рост золота у нас здесь пока сохраняется. Ну и фондовые индексы тоже стали реагировать позитивно, во-первых, после того роста, который был в конце прошлой недели, ну в конце месяца, месяц закрыли очень хорошо. Собственно, очень хороший рост в течение всего месяца был по индексам, ну в целом по фондовому рынку, ну безусловно не по всем акциям. Но тем не менее, то есть здесь мы получили возможность купить чуть ниже, то есть зайти по более интересной цене в данный рост. И сейчас мы видим то, что рост он сохраняется. Здесь я выставлял отложенный ордер по цене 10358, туда цена не опустилась, но вот доходили до области 10518, но мой отложенный ордер не сработал. Сейчас я уже эту сделку удалю, так как он уже не актуален, но в целом, в целом идея сохраняется на продолжение роста, как раз и по индексам. По S&P мы также продолжаем рост, вот отбились от области 2800, отсюда началось как раз восходящее движение. Здесь к сделке я присоединился, ну наверное не по тем ценам, где бы я хотел, но взял здесь минимальный объем, открыл сделку руками. Отложенный ордер у меня стоял чуть ниже и чуть большим объемом, поэтому здесь я взял частью, стояла у меня также часть объема, на тот случай, если будет еще одна волна коррекции, но этот отложенный ордер я уже удалил. Поэтому здесь я продолжаю стоять в покупках и целевое движение у меня на 3020. Пока я решил не рисковать, не торговать без тейк профита, на тот случай, если все-таки коррекции у нас будут продолжаться и цена будет зависать в таком боковом движении, что безусловно не исключается. Ну и по нефти, по нефти у нас сохраняется рост, мы подходим к следующим целевым ориентирам по нефтемарке Brent, это область 30 долларов. Опять же, я напомню, что это CFD контракт. По нефти VTI мы также видим продолжение роста, но, к сожалению, пока этот рост идет без меня, не смог я, ну точнее цена не дошла до моего отложенного ордера, который я устанавливал с пятницы и ушли мы чуть выше. Но, собственно, здесь ничего страшного, посмотрим другие варианты коррекции и с этой коррекцией я тоже попробую для себя входить уже непосредственно на покупку по данному инструменту. Ну, в целом, если резюмировать, мы видим довольно-таки позитивные знаки, которые сейчас происходят на рынке. В целом, это может быть довольно-таки хорошо для текущей ситуации и в целом эта ситуация может быть воспринята как оптимизм и все-таки мы уже будем возвращаться к нормальной жизни, к нормальным. И рынки, в том числе, придут в более-менее равновесное состояние. Ну, а мы с вами продолжим следить, как ситуация будет развиваться. Поэтому на сегодня это все. Не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео и ваши вопросы также оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok